Продолжение следует... Вот пускай он пока пять выстоит в книгах и скажите, вот берем пять правил. Я сейчас еще ему пять отдельно после того, как дам файл, накину. Ну можно начать трудиться-то, да нельзя, не будут они. Толпой, вот знаете, когда снаряд работает, и там труба огромная такая, она закачивает, это ил гребет, и дальше это пульпа. И вот народ это пульпа. Вот сейчас, допустим, в соборе, я так не могу сказать точно, вот примерно 280 человек. 18 мужиков. И все почему-то к выходу ближе. А причащалось больше сотни. Ну стоят кассе нормально, там подойдет человек, купит, платки висят, там меньше 150 рублей нету, продают 7 сортов платков. И все деньги выпрашивают, там вот икону надо такую-то, вот к празднику благовещения охота там украсить. И везде все, они все просят и просят и просят. И вот монашек сколько есть, они их всех по городу посылают, и они ходят по магазинам и везде. А если не дают, они там с проклятиями, тебе то и то будет. Мне когда директора стали рассказывать, я обратился в мелькомбинат, муки. Я в одну организацию всегда обращаюсь, они муки мне сами привезут, макароны, а это денег дай. Ой-ой-ой, я пришел к одному, он говорит, был тут яромонах, собирая деньги на борьбу со СПИДом. Я говорю, да и он ли сам заразил их. Монаху ли заниматься-то этим, когда он в глаза женщину не должен видеть. Все сбилось. И эти монашки, они шастают и шастают. То на Ризу батюшки не хватает, то на колокол, то на ступеньки у крыльца. Безумие полное. Им не надо ничего, кроме дай, 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 дай. У ненасытимости вот эти самые, говорят, дай, дай. Так Серахов говорит. Я ему выставлю некоторые каноны, некоторые. И они боятся строгости. Строгость это акривие. А вот смотри, правило Василия Великого Шестого. Кавычки. Еретикам не даст случая укорять нас в том, что якобы привлекаем к себе попущением греха. Да сегодня в одном упреке там живут. О, если я по канонам буду, тут никого не будет. То есть он заботится о животе своем. Почему у нас этого нет? Канон, правило, все. Он пост нарушил, но нас не нарушают. Все это знают. Вот один выпил там на отлучение на год. Он год стоит в коридоре, то есть в прихожей. Это правило. А если правило включить, да тут никого в храме не будет. Ну правильно. А дети Б, которые Степаненко сказал, они стоят здесь. Они абортницы. А правило второе. Василий Великого говорит, отлучение на 10 лет. На 10. А он ему поклону. Ну сделайте там 40 поклонов. Ну если вот причащаешься, в этот день только не курите. В этот день хотя бы не курите. Ой-ой-ой. Ну оглашенно изыдите. Я не буду ничего выдумывать-то. В каждом храме трижды воскресают. Оглашенно изыдите. И ниже оглашенно. И лица оглашенно изыдите. Ну выполните это. А батюшка говорит, а кого я выполни-то? Я не знаю, кто оглашенно. Ну сейчас же литургия верна. Хотя и литургии этого нету. Яна Златоуса-то. Она из трех частей. Проскомедия, литургия верных, оглашенных, литургия верных. И тут еще я буду доказывать и говорить-то. Это просто так. Языком молоть. Выполни одно. Даже пять правил не надо. Одно. Я сконцентрирую в одно правило. Оглашенно изыдите, выполните. Во-первых, оглашенных нету. И он сам поп должен уйти. Вот один мне так и сказал. Ну если такие правила, я должен снять резво уйти. Я говорю, почему же ты медлишь-то? Ты сколько со мной время провел-то? И выйди оттуда сейчас же, иди в отбор. И там кайся. А через месяц, может быть, тебя надо будет запускать. У меня было такое. Я говорил, что два священника вышли на покаяние перед народом. Я имею это перед глазами. Один из них, игумен, и говорит, мы не верующие, а хорошие батюшки. Не пьяницы, не с высшим образованием один. Нам только покрасоваться перед вами нужно. Я додумался до этого, сейчас увидел. А вы идете, спрашиваете вопросы. Что Попало говорил вам? Это говорится в столичном городе. Я это видел, об этом писали в книгах. Уж не называю. Вот такие, брат, дела. И поэтому им подряд все правила. Зачем я ему буду перечислять-то? Одно. А ему что он даст? Он их не напечатает. Где он их напечатает? Каждое правило полстраницы занимает. Ему надо писать три книги, не одну. Просто цитировать. Ну, сослался на правила. Так его надо привести. Я привожу его правила. Я не просто ссылаюсь, я привожу. И говорю, допустим, Ладийский собор, 44 правило. Правило, женщины и миряне в алтарь да не входят. Вы зачем нарушаете? Вы почему умничаете всегда? А где нарушаете? Я сейчас видел она. Так она монашка. А-а-а. Вы ей засмолили и прилепили другое? Она не женщина теперь? Написано «женщины». Чего вы мудрите-то? Она женщина или не женщина? Когда крестят, то мальчика заносят в алтарь вокруг престола. А девочку только перед алтарем и ей вот так, ей девочкой. Ее не заносят. У ней 8 дней от рождения. Она щище монахини-то. А ты, блудница, прошла все коридоры, теперь оделась черной и стоишь здесь. Да еще туда-сюда. Я священнику сказал, он остановил ее пульхерия сбать. И он ее засыпил сразу же утром. А она при нем туда-сюда. Слушай, сестра, больше не заходи в алтарь. А представь, как к ней относятся-то, когда там она в черном, из алтаря, а там она в таком подсчете. Нельзя, канон нарушается, Ла-Дикийский, Сторый, Четвертый. Так меня же архиерей благословил. Архиерей не может быть выше собора. Я виноват, что ты заходила. Прости меня, сестра, это соблазн я подал. Как она вскипела. Ты посмотрел бы, что с ней было. А неодержимые демонами. Те, которые нарушают правила. Она не знает, что она готова щепки все разнести. Она выходит, ей заходить нельзя. Ее выгнали. Ее пинком под зад выпроводили. Она теперь дальше-то. Она внутри себя это накручивает. Она уже привыкла в это счастье идти. Вот они на меня все и идут. Почему? У меня ничего этого за мной нет. Я имею право заходить. Я рукоположенный. Я рукоположенный. При архиерею говорю проповеди в храме. Но я в алтарь не захожу. Почему? Я страшусь. У меня есть большой страх Божий. Я приоткрою дверь, если нужно, скажу. И все. Меня и подряд с них шили. Я его брату Виктору подарил. Врач наш Виктор Андреевич. Он в нем летал в Америку, когда он был. Я говорю, надень его. Специально мне шитый, там такой, подрясник. Я два раза, кажется, надел его и все. Я как-то отдаляюсь от народа, как стена. Я это чувствую. Чем больше на нем одежи, тем труднее человеку подойти. А как только он все снимает, обыкновенный-то. Ну, к нему подходит, даже не знает, что он священник. А этой кожурой-то он обтянется, и его как крокодила не пробьешь. Игнать Тихонович, вы часто говорите о нарушении канонических правил, и рано или поздно этот вопрос затрагивает человека. И человек начинает искать. И информации о нарушении канонов или ссылок в интернете практически нет. Ну, если 57 процентов, ну, чего непонятно-то? Ну, скажи хотя бы на 360. Я сейчас ему дам. Вот сейчас я выставлю ему. И вам пошлю этот файл. Я сейчас посмотрел, это в седьмом, кажется, томе. Вот оно у меня передо мной уже. У меня все книги слеплены в два файла. С первого по 16 том. Это где-то страниц, наверное, по 20 тысяч. Нет, поменьше маленько. Вот. С первого по 16, по 17, а там с 17, по 33. Я легко заправляю нужное слово и промолотил два файла-то, и все. Это вам, может, тоже потребуется. Я могу скинуть их два файла этих. То есть все мои книги в два файла. И когда нужно что найти, без меня. Сюда же Ctrl-F и пошел по одному щелкать. Только слово надо заряжать какое редкое. Иначе просто запутаешься. Да. Хотя бы какие-то иметь ориентиры. Знать, с чего начинать. Я сейчас вот дам. Из этого что выберете? Более подробного мне уже не найти. Не найти. У меня материалов было сожжено. Вот на меня. Посмотрите, я стою в рост. Вот метр. Мне показывают, вот в метр. Две большие кучи во дворе краевого суда сожгли, когда меня осудили. Две большие кучи. Я многого не могу найти нигде. Не могу. А заново сидеть, это я три года потратил на это. Но я теперь на каждый собор нашел количество нарушаемых. Ну, возьми один собор, но просмотри. Не знаешь, я тебе помогу. Потому они не это не сделают. Потому что они правила не знают одно. И то, что у них есть, они не знают, что нарушается. Вот это правило. Женщина не должна сходить в алтарь и миренить, да не входит. Кроме царя, царского достоинства. Ну, сделайте, чтобы миряне-то не заходили-то. А у них придет пожарный, пожарный, заходи. Электрика, электрика. Не положено. Канон. Повторяю, Ладикийский собор, 44-е правило. А что от этого спасения зависит? Да зачем ты спрашивал мне, искуситель? Ну, Господь это сказал через святых отцов. Так это же не Библия. Мы эти Библии... Я говорю, торговли не должно быть. В Библии два раза Господь изгонял из храма. Тебе этого недостаточно. Ну, у нас же быков не продают. Ой-ой-ой. Да быки-то по закону были. Та свечей-то про свечи-то нету. И вчера народ, гляжу, весь народ поворачивается и к кассе. А я около нее стою у дверей. Я всегда там стоял, 20 лет стоял за порядком. Смотрел, меня никто не ставил. Меня там клеймили священники. А я стоял и стоял у дверей. И как народ один за другим, я считаю, гляжу 50-100 человек. Третья часть храма уже повернулась в зад пятки. А там служба идет. Что ж такое-то? Раньше такого не было. Я потихоньку тут из-за преграды-то гляжу. Она торгует целлофановыми мешочками. Их две в торговке-то. Целлофановыми мешочками. Не видал такого. А что же они делают в очереди-то? Они подходят, а у них в кастрюлях просфоры. И та, которая целлофановый мешочек на руку надела, она берет и ей в целлофановый кладет. Я гляжу, мужик подошел, один 200 или 300 рублей дает, а у него несколько штук. Значит, они не по рублю, у вас просфоры-то. Не по рублю. И, главное, цены на них нигде нет. Я точно так и не узнал. Но ясное дело, что процентов тысячи полторы процентов выгода. Примерно так. На свечах у них ровно тысячи с чем-то процентов. Когда Карл Марс говорит, при выгоде в 100% капитал показывает оживление. При 200% он начинает бегать уже, а при 400% нет того преступления, на которое капитал не пойдет даже под страхом веселицы. А это 1000%, не 400%. Карл Марс даже про это не знал. И Господь, когда изгоняет, первый раз из храма говорит, дом мой, домом молитву нарисчет, а вы сделали его домом торговли. А другой раз, последний раз, уже на страстной неделе, называется вертепный, вы превратили его в вертепный понедельник, вертеп разбойников. Уже не в дом торговли. Так это не по мозгам? Я собор даю. Так это люди говорили, какие люди-то? Мы что ли? Святые отцы, Вселенский собор. Я правила привожу вчера, которые я дал-то. Ну выполните это, уберите торговлю из церковной ограды. А там лавка огромная, я там заснял все, вчера был. А они неверующие, они безбожники. Мамоне не можете служить и Богу. Господь сказал, это несовместимо. Не можете служить Богу и мамоне. Здесь мамона царствует. И главное, у нас большое распятие сделано, большое, ну метра три высотой, наверное. И Христос стоит, руки связанные. А там внизу два человека. Ну одна матерь и другой человек стоит. И вот как только этот крест большой вытащат распятие, на середину так, и они сразу за ним тащат ящики и ставят, так халатого кто. Я настоятельно говорю, а зачем мы Иуду-то изобразили возле Христа? Его же там не было. Он же повесился. А где вы видели? А я видел Христос на распятие, рядом ящик поставили около этого мужика. Так это Иоанн Креститель. Нет, у Иоанна Крестителя не было. Казначеем было Иуда, вы не обманывайте. У вас на изображении Иуда изображен. Иуда-поклонники. Гляжу, ящик убрали. Что, штука какая. Один раз я что утворил им? В понедельник, вертепный день. Я взял большую веревку, нашел канат, морской канат, он называется верблюд. И нарезал вот такие куски. Все их завернул и всем продавцам подарил и написал, ждите, Господь скоро придет. Вот веревка, а там лежали строительные веревки, как Гладков говорит, в храме. Где Христос веревки? Он не с собой же таскал, он же не бомж был. Так они, я говорю, вы будете полосатые, как матросы в тельняшках. Так они эти веревки сцепили и все как настоятельно. Он там, наверное, смеялся без меня-то, а я ему не подарил, он за прилавком не стоит. Он меня вызвал. Игнатий, вы им дарили такие, дарили? Так разве же можно это? Я говорю, целой веревки я не мог подарить, поэтому я отрезал. Я вроде не понимаю. Я говорю, ну вы, вывод-то один только, что Христос еще не приходил в этот храм ни разу. Раз стоят ящики. Так где Христос был, он опрокинулся. Они не думают, у них мозгов совсем нет. У них там ящик с деньгами гремит. Интересно, отец Геннадий Фаст, в Венесельске когда был, сказал, вот до определенного момента оглашенный, извините, это не то, а вот когда с миром извините, это уже может быть с храма кто хочет уходить. До этого момента, чтобы не торговать. Ой, какое мужчина создал. А эти сидят, там которые-то, они руки потирают, а копейки-то есть. Они копейки на копейки вот так вот стопкой ставят. А старинные книги, которые с картинками были, старинные там 100-200 лет назад, они называются «Лицевые». Там киноварио такое хорошее. И там везде стопками деньги стоят, когда юда продается. И вот они ящик то откроют, то закроют его. Они не дождутся, а батюшка еще проповедь скажет. И вот он такая глашебная из-за детей, хлоп, ящик открывает, люди кидаются. Не можете служить Богу и мамоне, не можете, вы мамонию служите. И вот свечки лежат там 10 рублей, рядом 20, 30, 40, 50, 100. О, за 100, видимо, свечек нет. Я видел больше, там в руку толщиной. Это, видимо, олигархы ждут, когда он разведется в следующий раз. Ой-ой-ой, одни цены, ценники. И вчера зашли, где книжная лавка, правда, книг много. Моей ни одной там нет. Один батюшка пришел, делает вид, что он незнакомый. Посмотрел, а у вас еще книг, Лапкина нету, она чуть в обморок не упала. Лапкина, тут через два дома он живет от храма. Вы туда сходите, там нельзя говорить про это, нельзя. А он приехал, я специально пошел его знать. Так а что это так они? Я говорю, за наличие только книг, пленок моих. Настоятель может потерять митру и все остальное. Они никого так не боятся, как молвы обо мне. И вчера я это увидел. Наедине со мной боятся встречаться. Я бы пришел, батюшка, но не один. Ко мне сюда домой, я давно хочу, но одному нельзя. И обязательно, чтобы, видимо, письменное было у него заверение архиереем, что он не убьет его после этого. Какой ужас это на них. Другой стоит. Батюшке подошел, не какой-то, а секретарь. Благощинный, настоятель. И все это приглядку. Я бы такой жизни не согласился дня жить. Да какая это жизнь? Ты ни таланты не можешь развить. У тебя все по десяти крышками. И все кого-то бояться. Да ты так работал бы, чтобы архиерей ждал тебя. Сказал, у меня есть герои веры. Они даже меня не боятся. Златовоз говорит, я никого так не боюсь, как епископов. Я вот начал с тобой говорить, ты сколько уже сказал-то. Ему это тоже не нравится. Я искал вчера Библию. Так где Библию-то? Столько книг, и Библии нету. Ходил-ходил, пригнулся, там внизу, на таком уровне, Библия. И гляжу, одна, да вторая, да патриаршая, да хорошая такая. А сколько стоит? Там 500 рублей. Там дальше. Ну, Библия-то хорошая. Я уж не стал дальше ничего говорить. Я фотографирую, и сразу ко мне. А кто вам разрешил? Фотографировать нельзя. Так я образ Христа фотографирую. Нельзя. Я тогда сказал, я под благословение подходил, и настоятелю храма сказал, отец Филарет, благословите, пофотографируйте. Да бог с вами. Идите. Я все везде поснимал. Так они от страха тряслись все, что я снимаю, захожу везде, именем Филарета, не трожьте меня. А он потеряю где был? Ой-ой-ой. Это вчера-то я столько впечатлений новых принес. Проходной двор. Заходят, выходят. Кто как? Кто причащается? Два священника исповедуют, только и Петрахиел летает. И вот уже они исповедовали, ушли, оба ушли. А там с улицы еще подходят, уже отец и наш, прочитал, порпели. Ну, остается там минут 10. Батюшка выходит. Так кто тут еще? И еще их накрыл и пошел. Я иногда выставляю данные, сколько нарушается канонических правил. И эти вопросы со всех сторон. Откуда вы берете такие цифры? Повторяю, я три года, не дня, три года провел за этими правилами. Книгу правил, самая древняя, которая была еще до Никона. Сравнивал, смотрел. Задаю цифры. Сколько правил? Не знают. С разными декретариями Юстиниана 989. Это и Осипов, он не знает этого. Сколько действующих правил? Я отвечаю 719, 718. Тут колебнется там из одного правила, где говорится, какие книги канонические. И из них 413 нарушаются. Но цифры эти люди получают, а где цифры-то эти вы взяли? Я поясняю. Вопрос 4051. Это книга «Открытым оком», 30-й том. Игнатий Лапкин. Это мои книги. Вопрос. Из каких цифр получается, что в патриарших храмах, то есть в Московской патриархии, нарушается 57% всех правил? И кто это высчитывал, и как? Это мне вопрос в университете задают люди. По радио. Ответ. Более 20 лет тому назад, в 1992 году, я много занимался этим вопросом. Когда я был в Джордан-Вилле, в США, и рассказал об этой наработке, то они тут же попросили дать эти выкладки. Так что мне пришлось сделать запрос домой, в Россию, чтобы прислали эти материалы для их публикации там, в США. Что же видим ныне в Русской Православной Церкви? Вот наглядная картина того опустошения Церкви, которое усиленно насаждается ныне. Насаждается умышленно, не по небрежности. Обмерщается и разваливается Церковь изнутри путем пренебрежения соборных правил. Вопреки Слову Христа, сказавшего. Матфея 7, 13-14. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Сегодня священники отбросили постановления соборов и святых отцов, и распахнули двери церкви шире врат адовых, и смешали святое с беззаконным. И нет попытки отделиться от народов к закону Божию. Неемя 10, 28-29. Не отделяюсь священное от несвященного. Левитам 10, 10. Иезекииля 22, 26. И без священного писания и святых соборов сделали все мы слепыми под водительством слепых вождей. Матфея 13, 14. Плащ 3, 47. Ужас и яма, опустошение и разорение. Доля наша. Ибо оба упадут в яму. Это из другого места стиха. Батюшка и прихожанин. Яма – это ад. Вечная смерть. Отлучение от Бога. Если за нарушение даже одного правила соборов и святых отцов, епископ, священник или дьякон извергается от сущего сана, а мирянин отлучается, то что будет со всеми нами, если нарушается 413 правил из 718 действующих? Теперь я поясняю, откуда эти цифры. Около 11 посланий правил в виде приветствий, напоминаний. Эти временные правила не берем в счет ныне. Там говорится епископу Кордувию. Но он умер, его нигде нет. И потому берем только указующее правило. Есть правила местного характера, временные, направленные к какому-либо лицу. И таких правил 94. Считай правила толкования стихов Библии. Итого остается разрешительно запретительных, по которым и должна регламентироваться, устрояться жизнь в церкви. 718. Вот откуда эта цифра. Из них явно сегодня нарушается 413. Вот первую цифру я объяснил. Она иногда 719. Нарушается 413, то есть 57%. Откуда? Где, на каких дорогах можно ездить, нарушая 57% правил, чтобы не погибнуть? Ни на земле, ни в воздухе, ни на воде, ни под водой, нигде. Но по мнению сегодняшней иерархии, видимо, возможно это. Где? В русской православной церкви Московского патриархата. Вот так это можно увидеть наглядно. Поясняю. Вот здесь, где будут эти цифры. Первая цифра, это количество правил. Вторая цифра, сколько правил нарушается. Вот это вот. И третья цифра, временные правила. Так, апостольских правил 85. Из них нарушается 41. Но, но временное, 2. Правила Дионисия, то есть это правило, считаем, раз, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну а тут тринадцать. Вот. Это правила святых отцов. Вот сколько из них. Пожалуйста, смотрите. Я не буду перечислять. Это нарушается. Правила Василия Великого, 92, 78 нарушается. Ну что они доказывают-то? Григорий Анисков. Правил восемь. Все восемь нарушаются. Меня спрашивают, какие правила. Ну тут-то уже легко показать. Потому что конкретно какое правило и в чем нарушается эти данные, у меня были сожженные. Две огромные кучи в краевом суде во дворе сожгли. Это мне сказали, куда дели, у меня изъятое. То, что не пошло в обвинение. Они назад не возвращают. Вот, пожалуйста, Геннадий, одно правило, оно и нарушено. Тарасия святого, точно так же. Но есть еще правила апостола Павла и Петра и Павла. Их и не знают даже сегодня. Их просто выкинули из книги правил. И правила всех апостолов. Их тоже выкинули. Вот эти вот три пункта, вот эти вот правила, их нету сегодня в книге правил-то. Но они были на Никоновских изданиях Патриарха Иосифа. Я даже их учел. Итого, 290 правил, 184 нарушаются, 23 временные. Нарушается 65 правил святых отцов церкви. Только об отцах. Дальше. Вселенские соборы. Первый Вселенский собор, второй, третий, четвертый, пятого нету, шестой, седьмой. А где пятая? На пятом Вселенском соборе гремели мечи, епископы под скамейками прятались. Вот так принимались на таком уровне. Это Майдан был свой. Страшный Майдан при соборах. Вот второй Вселенский собор. Заходит император Констанции. Руку на меч. Камон, это я. Вот и все и делайте, как хотите. Сын Константина Великого. О Константине-то сколько неправды пишут. Биография его. Как он любил Бога, как он желал принять крещение. До самой смерти был не христианин, не крещеный. До крещения христианин не бывает. И крестил его перед смертью еретический епископ. Сегодня это все замазывается. Мы плывем в океане лжи. Это надо все разгрести и показать. Какие он мог правила принять? Новую Константина была добрая мысль. Не надо воевать. Ну мирно за столом рассуждайте. Православные, когда пришли к власти, они первым делом потребовали арестовать всех еретиков. Кого куда? В вечную ссылку. А потом сами пошли. И теперь, ну вот тут правила-то надо посмотреть. Я их не буду цифры называть. Вот шестой Вселенский собор. Тут два правила. Шестьдесят нарушаются. Десять временно. Седьмой Вселенский. Двадцать два правила. Нарушаются девятнадцать. Ну теперь определите, какие нарушаются. Чтобы понять, какие правила нарушаются, то правила нужно считать. И знать церковную жизнь. Церковную жизнь от патриарха до низу, в алтаре и наружу. И у дверей. С вешалки театр начинается. Нарушается пятьдесят семь правил процентов Вселенских соборов. Поместные соборы. И вот они перечисляются. Девять поместных. Анкирский. Двадцать пять правил. Восемнадцать нарушаются. Два временных. И что для руководства остается. И вот они, эти все правила. Ладикистский. Шестьдесят правил. Двадцать восемь нарушаются. Карфагенский. Сто сорок семь правил. Пятьдесят нарушается. Видите. Итого триста тридцать три правила. Поместных соборов. Сто тридцать пять нарушается. Пятьдесят девять временное. Итого нарушается сорок девять процентов поместных соборов. Итак. Из восемьсот тринадцати правил. Девяносто четыре временное. Это святых отцов и соборов. Остается восемьсот двенадцать. И девяносто четыре. Семьсот восемнадцать. Из них нарушается. Я показываю сколько. Святые отцы. Вселенские соборы. Поместные. Итого четыреста тринадцать. То есть пятьдесят семь процентов всех правил. Я ответил на вопрос. Дальше даю разъяснение. Не нарушается быть может лишь правило, соблюдающее неприкосновенность к канонической, в кавычках, территории. Власть епископов. Но и это все под сомнением с 1927 года. Большинство правил касается духовного врачевания, наложения пяти мии, которые ныне совершенно отвергли пастыря. Отвергли. Как будто их и нету. Хотя Слово Божие гласит. Все мы находимся под эпитемьями. Сарахов 9.6. Иоанн Златоуст грозно предупреждает, что если священник допускает до причастия без эпитемьи, он губит из себя и того, кого он допускает. Вот наши священники это прослушают. У них, я знаю, какая реакция. Ненависть ко мне. Они сразу тут дворки наподцепят. Псевдоправославный сектант еретих. Это сегодня вы можете говорить. Но на суде Божьем вы не будете этого говорить. На суде вы убеете ни одного, ни двух, а 1500 епископов. Это столько участвовало в соборах. 1500? И ты, маленький попик, что ты язык высовываешь на кого? Вы не православные священники, потому что воюете против канонов, против Библии. Истина православных священников может по пальцам пересчитать. Страха Божия нет. Нерожденная свыше и неводимая Духом Божьим. Вот главная причина. Поэтому одноненность и подсиживание. Деньги, деньги, деньги. Вот почему этот вселенский учитель покаяния вопиял. Лучше тело мое отдам на сиденье псам, нежели тело Христово недостойно причащающемуся. Когда жена исповедь повнути Боровскому, то колени князя и всех исповедников от страха подгибались. Так поступает добрый пастырь, истинный отец, наказывающий восстановленные святыми отцами мере. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, так кто же посмеет так безумно пренебрегать правилами, данными нам для жизни? Если такие разбойники, укравшие такое неоценимое сокровище, отвечаем, есть. Это православные, патриарх, епископы и батюшки. И таким пренебрежением к пособам показывают, что они не отцы, и овцы им не дети. Евреям 12.8. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Невозрожденные от Духа Божия, невозвращенные к Богу, не имевшие личной встречи со Христом. Современные служители алтаря, которые страх Божий потеряли или никогда его не имели, не воюют с грехом и не учат тому прихожан. И пытаются себя показать очень добренькими, ласковыми и илейными. Все экономия, экономия, чтобы кого не оттолкнуть. А это иначе свечи мало покупать будут. И хлынули мутной рекой исчадия ада, и дом молитвы превратился в вертеп разбойников. Но есть истинная строгость, согласная с канонами церкви, по слову Василия Великого. Иеретикам не даст случая укорять нас в том, что мы якобы привлекаем к себе попущением греха. Правило шестое Василия Великого. Уровень планки принятия в церковь установлен ныне такой, как если бы на Олимпийские игры отбирали бегунов со скоростью 2 метра в час. Или прыгунов на 1 сантиметр в высоту. Апостол Павел говорит, итак, мы на ресталище, бегите, чтобы получить. Многие бегут, но один получает награду. Эти слова не будут батюшке в церкви говорить. Кто бы ни зашел, все свои. Оглашенно из идите, никто не выходит. Теперь некоторые батюшки эти слова вообще выкинули из литургии. Так это не литургия Иоанна Златоуста. Это вообще не литургия. Оглашенно из идите, и лица оглашенно из идите. Никто с места не двигается. Это просто пустозвонство. А еще двери, двери, премудрость его... Двери, двери, что значит двери? Шторка дергается. Двери, двери означает, диакон обязан пройти и посмотреть, свой или чужой. И после того, как выведут оглашенных, отлученных за грех, двери запереть. Да где это делается-то сегодня? Вот у нас в общине это делается. Все до одного оглашенные выходят, отлученные, как говорят, на замечание. Они не захотели не с ней пить имю в 10-25 лет, согласно 58 правилу Василия Великого. Заметьте, 58 правило, это я уже узнал. На 7 лет прелюбодея отлучить, за обор 10 лет, правило второе. Тогда Господь допустил принять на Руси святой, иной закон. И пошли в ГУЛАГ по иной статье, на тот же срок. И опять же по 58 статье Уголовного кодекса СССР. Весьма болезную, яко правило отечественное, оставленной, всякая строгость изданная из церкви. И боюсь, как бы дела церковные не пришли в совершенное замешательство, когда сие равнодушие мало-помалу будет идти далее своим путем. По обычаю издревле подвергавшемуся в церквах божьих служителей церкви, приемлемы были по испытанию со всякой строгостью. И все поведение их прилежное и следуемое было. То я по необходимости обратился к возобновлению отечественных правил. Кто это говорит? Василий Великий. Правило 89. Оказавшихся виновными в преступлениях, противных правилам, и за сие подвергнутся совершенному всегдащему извержению своего чина. Вот голубая мафия куда попадает-то. Да Андрея-то Кураева его в епископы надо производить. А на него кинулись, как псы его сейчас дерут. Только замазать опять. Все мужеложники извергаются навсегда. Навсегда. Он никогда не может быть. Не переводить его в Пермь. Из Казани в Рязань. Но правило гласит так. Даже этот мужеложник в этот же день может причащаться. А почему нет два наказания за одно преступление? Вот почему. Потому что согрешивший, просто мужеложник, пройдет там сколько ему положено, 18 лет, и он будет принятый. Опять в церковь. А священник в свой сан изверженный никогда не возвращается. У него более строгое наказание. Шестой Вселенский Собор. Правило 21. Каждое дело наше, когда прямо последует правилам благощиния, не порождает для нас никакого смущения, но избавляет нас от порицания некоторых, паче же приобретает нам и одобрение благомыслящих. Кирилл первое правило гласит. Если по вашей вине погибает одна отца, говорит Златоуст, вам, о священнике, не хватит всей вашей жизни, чтобы загладить вашу вину. Священник, который не учит народ, суть идол. Такие же позлощенные одежды на нем, и также суть безгласен, говорит Василий Великий. Священник, не учащий по правилам, суть антихрист, усугубляет мысль Иероним Стридонский. Батюшкам что это? Мимо проходит. Идолами их называют святые отцы и антихристами. Вот оно, нео-идол поклонца, нео-антихристианство, когда усиленно насаждается тьма, когда за 70 лет не было издана, и разве это случайно, ни одного экземпляра книги правил. Ни одного. Хотя сказано, заблагорассуждено такожде рукополагаемого епископа или в степени притча, рукополагающие предварительно довлагают в уши постановления соборов, дабы не отступали, вопреки определениям собора, вы не раскаивались. Карфагенское 25 правило. Собор. Вот это наизусть надо заучить священникам. Вот оно что. Смотри, как оно выглядит. При рукоположении это. Ни одного правила не знает. Я со священниками беседую. Не нашел еще пока ни одного, не считая тех, которые близко с нами знакомы. И не об этом ли плене священников плакал Серафим Саровский. Настольная книга священнослужителей, том 3, страница 601. Что Бог погубит их, не помилует, и это за то, что заповеди Божии заменили своими, распустили вожжи и смешали семя святое с халдеями и египтянами. И невесту Христову, кое одежда без пятна и порока, превращает в огол и оголиву. Оголиву. То есть блудных, публичных женщин. Из Икина 29. Совершенно уничтожив разряд оглашенных, который в свою очередь должен состоять из 4 степеней. Вот где это написано. Какие это степени, все. Какие правила. И в притворе задерживать кающегося, не запускать в храм. Кто сегодня может так учить своих прихожан, чтобы не делать из себя идолов, чтобы его слова не принимались, как слова оракула, но чтобы все относили к славе Божией. И кто мог бы сказать вместе с Кириллом Иерусалимским, «Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне». Это вольно я даю написать. Написание. Иоанн Златоустый настаивает, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Не рассуждаем даже. А сегодня только о том и говорят, чего в Библии нет. Правило 19 6-го Вселенского Собора запрещает толковать Библию по своему усмотрению, вопреки святых отцов. А одно это правило исполнить уже сотни сект никогда не возникли бы. И да не страждуть ни дугам, ни ведения, но страхом угрожающих наказаний соделывает свое спасение. Христианство – это не шутка, учит Иоанн Златоуст. Большая часть священников погибает. И вот архиерейский собор и сколько там епископов. Хоть одного кто-то считает, что он погибший. Да как это так? Да большая часть, больше пополам если разрезать 200, больше стаек будут кипеть в аду. Согласно этих слов. А согласно Серафима Саровска, ни один не спасется. Я молился три дня и три ночи, специально говорит о батюшках, об архиереях. Помилуй их. Почему он о помиловании просил это современник Пушкина? И вдруг Божий ответ зазвучал «Не пощежу и не помилую». Такое впечатление, что вообще в то время ни одного спасенного не было. И главное, что Псалом 118-й, 113-й стих вымыслами человеческими заменили истину Божью. Церковь Христова едина. Если бы все святые соборы, святые отцы учили только так, как говорится в книге правил, то кто из тех, кто учит по-иному и широкой дверью впустили мир в церковь и мочение лбов без погружения при крещении человека называет крещением, то не иное ли это исключение и не разделился ли дом сей и устоит ли иное от святых отцов? Если отметающие все правила оба и пяти пемьях нынешнего пастыря, затоптавшие около 413 правил соборов святых отцов, то есть 57%, и этим мнятся показать себя добренькими, любвистыми, милостями к темному ненаученному народу, то тогда, согласно их логике, на соборах сидели жестокие и черствые эгоисты, которые написали нам все правила. И всегда говорят, они невыполнимые, никто их не выдержит, неправда. Наша крестовозвиженская община в Барнауле и в Потеряевке Свято-Анфимовска все правила соблюдают. И эти эпитемии по полной программе идут. Ну у нас просто, ну бывает, выпил человек, выпил, был такой он глухонемой, на год отлучается, пост нарушает на два года, но у нас нету нарушителей, их нету. За аборт на 10 лет, но у нас нету абортниц. Ну в церкви-то посмотрите, о чем тут говорится, на буху Б. Степаненко-то, Максим говорил, так это внутри все это Б развели. И если все же укажет кто-то на поистине проклятую небрежность пастырей, проклятое дело Господне делает небрежное, и проклятое удерживает меч его от крови, то они сразу же становятся в позу. Не судите. Слово не судите означает, не троньте попов. Тут ничего больше не заложено. Побойтесь Бога, ибо тот ли, кто указывает на вопиющую небрежность, служение судит. Или вы, посчитавши ненужными 413 правил соборов и святых отцов, которых на всех соборах было более 1500 человек. Это столько святых отцов на всех соборах. 1500 епископов, из которых очень много было канонизировано, как Никола Чудотворец, Спиридон Тремифунский, но перечислять их даже не надо. 1500. И ты один что-то говоришь. Это разночит тому, что вы их всех осудили. Вы осудили. Что они ненужные правила приняли, тяжкие и вредные для нас. Третья ездра. 16, 77, 78. Если будете исполнять заповеди и повеления мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас. И беззакония ваши не превозмогут вас. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими. Это поле, которое заросло кустарником, и через которое путь покрыт терном. Так что человек проходить не может. Оно оставляется и обрекается огню на истребление. Вот это поле, это православная церковь. Это заросший кустарником полигон сухих костей. Как я называю, скотомогильник. Даже не кладбище. Бросив за себя каноны, правила соборов, священники сделались сетью для доверившихся им. Ибо и сами не хотят исполнять эти правила, и хотящих исполнять их к ним не допускают. Книга эта не продается. Если же по твоей вине в священниках погибнет хотя бы одна овса, говорит Златоуст. Интересно, Златоуст говорит, что вот если бы кто-то пришел, который знает нашу жизнь, и сравнил ее с канонами, с правилами, со святым писанием, то больших врагов нельзя найти, чем мы. Как будто целью жизни, говорит, мы поставили одно, воевать против Бога. Это Иоанн Златоуст говорит. Я это место могу даже найти и прочитать. Что в пользу, когда толпы тупо бревут с чаши? Макарий Александрийский, житие 19 января, видел, что вместо тела Христова, преподаваемой рукой священника, черные эфиопы, то есть демоны, влагали прихожанам уголь в рот. Почему священники об этом не говорят, житие? А все-таки считает, Мария Египетская каждый год. Прочитайте житие Макария вот этого. Мария Египетская корешки 47 лет копала, там ела. Вот что накопали. Причищает не священники, а демоны. В храме. И с причастием во рту и оказаться в аду, что ужаснее всего может быть? Как священники летуют, когда я про это говорю. Мне прямо говорят они, вот если бы вы это не написали, никто бы не знал. Вы такую смуту посеяли. Мы крестим, все же вода попадает, можно слюной покрестить, песком, может песком. Это песочные батюшки. Кто родится от песка и духа, или от песка и брюха, вернее сказать, все извратили. Христос обещал быть с невестой своей во все дни до скончания века. И тот же дух, который изрек слова Святой Библии, он же, согласно слову святых отцов, дал нам и спасительные правила соборов святых отцов. Деяние 5.13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Христос отделил свое стадо, оградил его оградой, законом, канонами. А современные батюшки-архиереи разгородили все и испортили весь виноградник. Яков 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это враги Божьи в храм приходят. Их христианство 10.8. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужали змей. Ограда это отдельная, как вот, ну я называю так вот, отдельная, которая полоски, иду железо, или штахетина. Это отдельные комоны, правила. Убрали их. Всякий зверь заходит. Песня песней. 2.15. Ловите нам лиси, слесенят, которые портят виноградники, и виноградники наши в цвете. И вот такое безразличие довело до чудовищной логики, когда весь мир, все безбожники считают православную церковь своей, а себя ее чадами. Не подумают ли люди, что это про патриархию сказано? Вот так. Откровение 17.5. И на щеле ее написано имя в тайна. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Так называет церковь сектанты. И вот сие притворяется в дело. Плач 5.1. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри, посмотри на поругание наше и спаси. Плач 5.21. Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Правило 30-е святых апостолов, ащи, которые епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую церкви власть, да извержен будет и отлучен. И все, сообщающиеся с ним, проверяй, какой епископ-то, чтобы вместе с ним не вылететь. Об этом же говорит третье правило Седьмого Вселенского Собора. Все 100% архиереев в патриархии поставлено именно в нарушение этих правил. Их утверждал ЦК и КГБ. Сегодня по-другому немножко. Еще большее количество канонических правил нарушается Московской патриархией в результате участия в экуменическом движении и по причине членства во Всемирном Совете Церквей. Открытой еретической организации. Правила, какие? Апостолов. Владикийского Собора. Тимофей, епископ Александрийского. Ну, кто их нарушает-то? И хотя в опрошающем о столь явном отступлении даются уклончивые обещания, одновременно с этим экуменизм яростно защищается на самом высоком уровне, что подтвердил архиерейский собор Московской патриархии 97-го года, считайте доклад Собора битрополита Филарета Минского. В последнее время не уменьшается, увеличивается нарушение канонических правил, причем опять-таки не только в личном плане, а на общецерковном уровне Московской патриархии, которая касается отношения к богатству и расставщичеству правила святых апостолов, Вселенских соборов, Карфагенского собора, Григория Некисарийского. Вот как я отвечаю на вопрос, откуда у меня вот эти цифры, а сколько правил нарушается. Кому-то это поможет, но кто враг, он остается врагом. Но я не хотел никого делать врагом. Я просто сказал, если ты православный, то рассуждения твои должны быть только об одном. Как не нарушить правила Святой Библии и вот этих канонов, которые Бог дал нам для жизни. А если этого нет, ты уже еретик. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,